Да, все уже неправильно. Смотрите, особенности отношений в наше время такие. Сейчас объясню. Как действует злая карма, злая судьба? Она действует на всех сейчас. Одинаково. Женщины становятся как мужчины, мужчины как женщины. Если женщина говорит, я не понимаю, Леон Геннадьевич, я зарабатываю больше, чем муж. Он постоянно кухня торчит. Что он за человек? Ты посмотри на себя сначала. Что ты за человек? Почему ты больше его зарабатываешь? Почему ты деловая такая? Я в этом признаке разумного женщина. Я деловая женщина, разумная. Это не значит, что такое признак разумного женщины. Разумная женщина, она не деловая. Разумная женщина, она очень скромная. И она не будет слишком много работать. Разумная женщина, муж будет работать. Если женщина очень активная, это значит, что у нее много мужской силы. Какого она может себе найдет? Мужик муля генерирования. Помните фильм «Муля генерирования»? Знаете, то есть чем у женщины больше мужских качеств, тем больше она найдет себе вот такого человека, младшего по возрасту, не хочет работать, хочет готовить. Это нормально? Это означает наше время. Какое наше время? Чем больше плохой кармин у людей, тем больше они обвиняются местами. Допустим, мужчина по природе… Мужчине нормально гневаться. Но гневливость – это мужская человека характера. Женщина нормально обижаться. Но если женщина гневается, а мужчина как бы обижается, не гневается, не будет обижаться. Понимаете, все меняется очень просто. Женщина расслабляется дома и говорит «Я все зарабатывать больше не буду». Говорит «Иначе, ты зарабатываешь». И мужчина тоже расслабленный уже дома. И она думает «Дети с голоду помрут, если так будет». Вы ошибались. Природа так устроила, что женщина никогда с голоду не помрут, если она женщина. Что такое женщина? Женщина – это много отношений. Женщина со всеми отношениями. И женщина так устроена, что не надо много кушать. И детям тоже не надо много кушать. Дети подклевывают. И женщина подклевывает. На подклевалу у соседки, у другой соседки. Пошла там мороженое купила. Подклевала. А мужу надо жрать. И каждый день. А жрать нечего. Потому что нет денег. И он идет и работа начинает. А что делать? Видите, женщине для того, чтобы муж пошел в работу, достаточно просто расслабиться и все. Почему она не расслабляется? В чем причина? Почему она продолжает упахиваться, а муж сидеть дома? В чем причина? Причина – в жадности. В жадности. Женщина хочет больше денег. А ведь говорят, есть две вещи, которые две женщины делают счастливой. Первая вещь. Она принимает характер мужа, сразу становится счастливой. Вот какой есть, такой есть. Все. Принимает характер мужа. Второе. Она принимает условия жизни мужа. Вот какая зарплата есть, такая не нужна. Все. Недостаточно. Все. Ну зарплата мужа – недостаточно. Все. И ей становится хорошо, она расслабляется, становится румяной. И возможность зачатия ее детей в ней возрастает во много раз. Одна из причин женского бесплодия – это очень сильная занятость. Если женщина очень напряжена на работе, у нее гормональные функции просто истощаются. Женщина чуть-чуть расслабилась, сразу возможность зачать. Поэтому есть такой феномен. Часто женщины занимаются, начинают, когда уезжают отдыхать в отпуск просто. В отпуске расслабляются, там ходят по песочку, по воде. Женщине нужна энергия земли для зачатия, энергия воды. Женщина ходит по берегу, там есть и земля, и вода. Женские гормональные функции автоматически восстанавливаются. Все. И раз, поехали отдыхать, зачали. Дома не могли зачать, потому что всегда женщина напряжение бегает. Поехала отдыхать, то зачатие произошло. Мать, женщина должна быть расслабленной. Мужчина должна быть активной, женщина – расслабленная. И тогда здоровье. Здоровая женщина – это расслабленная женщина. Здоровье мужчины – активные мужчины. Мужчины расслабленные, женщины активные – больные люди. Да? Смотри.